Иудокий 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 Преподобники богоносных отец наших Преподобного Отца нашего Нутрия Катрамсика, Преподобного Антония Джимсика, Преподобного Антония, Велика, Дай Гожия, памяти несовершенств и праздник, Бога Отец, Якима, явный и святый, помилов и спасет нас, яко благо и человеколюбец. Мыernzie, Господи, для Вас,ife of, иologue, Божьей, памяти несовершенств и праздник, Бога Отец, Якима, явный и святый, помилов и спасет нас, яп делясь и converше с гражданами, как правят 아 Peixoto Riches, Поктор амбуз, и burden of cards, которые говорят, что об nåд Ходрелrat и Северное С maybe in the holy night. По имени Отца и Сына, и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с воскресным днем. Сегодня вы запустили акцию, как все получили, надеюсь, по цитателю Столу Отца. Наверное, вы уже догадались, о чем будет тема сегодняшней проповеди. Вот это вы, что вы сегодня получили, принесите домой и денег на стенки себе, порезьте в комнате. И до следующей службы, на которую вы придете, пока не получите следующую цитату Столу Отца, старайтесь ее для себя уяснить и применить в своей жизни, чтобы она помогла вашей духовной жизни немножко преобразиться. И сегодня мы слышали апостольское чтение, в котором говорилось, «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый», — пишет апостол Павел. «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все благословение, пример тем, которые будут веровать в Него в жизни вечной, царю же веков, непленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь». Это вы слова сегодняшнего апостольского чтения. «Размышляя об этих словах, нельзя не вспомнить слова Христа. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Мы видим, что апостол Павел не только признается таким грешником, но и называет себя первым из грешников. Очевидно, апостол имел величайшую, незаменимую христианскую добродетель зрения своих грехов. Насколько же необходимо видеть свои грехи, братья и сестры, как, возможно, исцелиться, не признавая болезней, как призывать врача, не желая лечиться. Первым признаком начинающего здравия души является видение грехов своих бесчисленных, как песок морской, писал известный подвижник, священномучник Петр Дамаскин. А ведь сегодня едва ли не самая распространенная среди нас болезнь видеть и обсуждать чужие грехи, а своих не замечать. Более того, мы не только не умеем видеть свои грехи и обсуждаем чужие, но часто находим какой-то особый вкус в обсуждении грехов в священном начале. Осуждение епископата и священства, пожалуй, едва ли не самая развитая духовная болезнь нынешней эпохи. Есть даже весьма знаменитые люди, которые вчера еще были защитниками церкви, но сегодня приняли за свое новое служение выискать грехи священников, монахов, епископов и даже патриархов и об этом говорить во весь голос. Осуждение всех и всякой спокойной принятии своей греховности есть дьявольская печать нашего времени. А весь суть христианской жизни состоит вовсе не в том, чтобы отслеживать пути человеческой неправды, а в том, чтобы спасти свою душу и через свет своей исцеленной души осветить дорогу к Богу и другим людям. Много раз в истории появлялись поборники и правды, жаловщие спасения всему человечеству. И сколько же они принесли бреда, пытаясь установить справедливость, минуя при этом исправление собственной жизни, собственной души. Сюда входят революционеры, как всех мастей, и нравственные учителя вроде Ильба Толстого, идеологи светлого будущего в истории нашей многострадальной Родины. Но не исправивая себя, невозможно спасти других. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажем брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, ты там увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего, говорит Христос. Спаситель предлагает совсем иной путь, неосуждение ближнего и работа над очищением своего внутреннего ока. Интересно осуществление слов Христовых в жизни святых. Древний Патерик рассказывал, как монахи однажды обратились к преподобному Пимену и спросили, следует ли, если видят они согрешение брата, умолчать и покрыть его грех. Преподобный ответил, следует, если ты покроешь грех брата, то Господь покроет твой грех. Даши спинники переспросили, какой ты дашь пред Богу, когда видишь согрешающего ближнего и не уличишь его? Пимен отвечал, я скажу Господу, Господи, ты повелел прежде изъять бревно из своего глаза, а потом уже вынуть ручок из глаза моего ближнего. Таким образом, я исполню его повеление. Такова категоричность святых в отношении осуждения ближнего. А насчет осуждения священства, об этом даже и говорить нечего. Лучше осудить весь мир, чем осудить одного священника, писал Иоанн Златоуз. Кстати, в Украине когда-то говорили подобное. Краще село спалите, нише священника осудите. К сожалению, поговорка забылась. Как же научиться изъять бревно из своего глаза? Как научиться видеть свои грехи? Прежде всего, об этом надо молиться. Так как видение грехов есть дар Божий. Потом мы имеем духовное зеркало, в котором при правильном взгляде непременно отразится наша греховность. Это зеркало есть в священной описании. Оно научает нас воле Божией, показывая, к чему ведет отклонение к ее. Библия является идеального человека, чтобы нам равняться на Него и Иисуса Христа, истинного Бога и истинного человека. А вот еще хороший путь – стараться замечать в других только добрые, обращая свою жажду справедливости исключительно на себя. Если помимо нашей воли не откроется нам, что худое и ближнее, предавать, то на волю Божию помнят, что и в отношении всех нас у дверей грех лежит. А вообще, как важно знать, что все мы духовно больны. У каждого своя болезнь имеется, и все мы пришли речиться в духовную больницу Церковь. «Всяк человек ложь, и я тоже», говорили в древности. А также важно правильно оценивать сегодняшнюю фразу апостола о том, что он есть первый из грешников. Это ведь не то значит, что апостол Павел сравнивал свои грехи с грехами других людей, делал сравнительный анализ греховности и выявил, что у него все-таки грехов побольше. Он просто на грехи других внимания не обращал, а за собой смотрел. Вот в чем разгадка. «Научиться бы и нам так жить, чтобы на грехи других внимания не обращать, а за собой смотреть. Насколько жить было бы легче, и насколько утончилось бы наше внимание к своей духовной жизни». Да, собственно, с этого и начинается духовная жизнь. С внимания к себе, с жалости к другим, и удивительного сочетания молитвы покаяния и радости о Христе воскресшем. Молитвы виситага апостола Павла, не побоявшихся назвать себя первым грешником при лицом всего мира, да поможет нам Господь познать духовную радость святых, радость неосуждения. Я всем желаю нам научиться этому дару радости и неосуждения никого не осуждать. Судья, насколько один Господь Бог, и каждый человек, являясь грешником, даст ответ пред Богом за свою жизнь, за свои слова, за свои поступки, за свои мысли. Мы же будем внимать в себе, в свою душу глядеть, и ее исправлять. Стижи духу мирен, говорил преподобный Сергей Саровский, и вокруг тебя спасутся тысячи. Мы же, часто бывает, что не хотим заниматься своей душой, своим исправлением, своим преображением. Нам легче ведеть их по сторонам и исправлять других людей, видеть чужие недостатки. Но Господь говорит, не судите, да не судимы будете. Каким судом судите, такими и сами будете судимы. Наш ответ пред Богом, он не за горами, как говорил один человек, а за плечами. То есть не так и долго до ответа пред Бога. Поэтому будем всегда готовы к этому ответу, и всегда будем иметь добрую, чистую совесть. Спаси все Господи, всех поздравляю с праздником, с ответственным днем. И счастливых поздравляю с приятностью, с святым престолом Таим, что благодарим Господа Бога. Слава тебе Боже! Слава тебе Боже! Слава тебе Боже! Благодарите Господи Боже мой! Я поднял им уменьши грешного, но общенько на бытье святынь твоих подоживайте. Благодарю тебя к мне не достойно, но почувствуйте, как почувствуйте, что это неудесно, здорово, здорово, и молодых, которые поручи, нас ради меры, собачившие, и дорога, вы нам здравствуйте, и благотворяйшее таинство, и благодеяние святей, и души святей, давай! О, все! Марк идет! Распрыгать будет! Вот так, все! Причем, чистим крышу у воскресной школы, вот, все здесь, паняки, после службы, вот, после обеда, вот такое вот веселье здесь творится. Я пойду покопать уже. Все закончили? на урок давайте, все! Лева, на урок давай, иди! Вот так, все, Марк вернул. Лева на урок ушел, все! Марк, иди домой, домой надо, сына, бабка. Такое сегодня воскресное, и сюжетик небольшой. Идем домой теперь. Лев на занятиях, воскресной школе, батюшка проводит занятия, Марк сейчас вот тут дочистит, и все, и пойдем. Все, друзья, пока! До новых встреч! С воскресным днем всех поздравляю! Да, забыл вам показать, а по учению мне вот такое вот досталось сегодня. очень, очень, очень к месту. очень к месту. Продолжение следует... и, и.